Вот, я думаю, что вот март, апрель, май, а потом осень должны дать сильный поворот вверхах. Много чего должно измениться. Сам тоже пенсионер по пожарной линии. 12 тысяч, получая, как жить-то людям. А квартплатам 8300 рублей в месяц. Мы сколько раз видели, что зло обязательно уничтожит само себя. Конкретно фамилия, рептилоиды прилетели с Нибиру и запретили развивать национальную промышленность, внутреннее производство. Значит, система резко ужесточится. Но на этот раз не против низов. С ним в новейшей истории России только, пожалуй, Александр Вадимович Руской может сравниться. Почему? А больше не было таких вот людей, которые на принцип шли. Значит, мы не будем говорить о Навальном и об этой оппозиции. Скорее всего, сначала будет игра наверху. Субтитры создавал DimaTorzok И поехали. Это 23-й. Придется мне по годам пойти. Вот сейчас прогрессия. Вот прогрессивная карта. Это на сегодня. Видите, это асцидент, точка восхода, он в раке. Вернемся назад. Когда он там ухитрился войти в Близнецы? Там еще был Овен Телец. Так, а вот он уже вошел в Близнецы. Это я назад иду. А, назад? Назад. Да-да-да-да-да-да. Он же из Близнецы. Видите, количество годов уменьшается. Телец это вот этот... Телца заехали, сейчас в Овна заедут. Ну да, вот Овен-то. Овен это начался при Хрущеве. Нет, при Брижневе. Рыба размытая ситуация. Началась после Хрущева. Водолеи еще там боролись, во все подъем было. Это наше же место. Ух ты, я тут в это время родился. 66-й, наверное, мелькнул на экран. Водолей-то начался в 53-54-м, как раз вот эта Хрущевская. Козерог. Ситуация тяжелая. Замкнутые границы. Это 29-й. Фактически изоляция. Вот. Потом Хрущевская. Вот теперь с 54-го года. Водолей. Потом с 66-го смена власти. Просто рыбы. То, что мы сказали, застой. Ну, тот, кто знает знаки зодиака, понимает, насколько это пахнет. Хорошо. Потом продолжение того же самого. Ну, некоторые, там, сказать, некоторые экспансии 75-го года. Когда мы воевали где-то только можно. Ну, все равно это все. В 83-м после смерти Брежнева произошла смена в Телец. Пошел примитивный прагматизм заново. Ну, Телец не такой прагматизм, кстати сказать. Телец – знак глубокий. Но в данном случае, в нашем мышлении, он реализовался не бог весь как. И вот с 95-го пошла, что не на есть такая настоящая американизация, потому что Америка под близнецами. 95-96-й год. И продолжалась она. Ну, вот, в 20-м, в конце 19-го, в 20-м. Вошли в РАГ. Да, это где-то в 11-м. Там пошло, да, вошли в РАГ. Сначала пошла изоляция. А сейчас пошла изоляция еще больше. То есть тогда же уже пошла первая эта изоляция от мира. Стали спадать. Не в 14-м году. Ну, и теперь до какого года по РАГу будем идти? Да долго. Ой, долго. 61-й. Да, 40 лет. Почти 40 лет. Вот это идет русификация. РАГ – знак России. Ну, РАГ и Водолея пара вот это. Солнце в РАГе, асцендент Водолея. Пройдем через национальное солнце. Много чего интересного. Если на вложение смотреть. Ой, красиво. Через национальное солнце асцендентик когда пройдет? Ой, сколько сейчас можно наговорить. Ой, даже обидно. Где тут асцендент? Так, убрать картинку. Асцендент. Вот. Ну, вот как я и говорю, самый взлет пойдет. 41-й, 42-й, 43-й. Выходим в крутые лидеры. Перед этим нарастание пойдет еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 33-й, 11-й. Много. Ну, в общем, да, 10-я, 32-й, 33-й. Вот она пойдет. Мощный подъем страны нашей. Родимая, любимая. Да, я серьезно говорил. Там еще 30-й. Ну, вот этот длинный период серия. Солнце вышло на свой восходящий знак. Вот вы сейчас будете говорить, как вы думаете. Вот восходящий узел 14 градусов. Солнце стало с ним соединяться в 2013-2014 году. А это линия, которая дает очень далекие перспективы. Но много-много-много десятков, если не сотен лет вперед. А в 90-х годах была заложена интересная... Нет, если мы говорим о горизонте 40 лет, то, конечно, я просто... Вы знаете, это у меня, наверное, род занятий накладывает отпечаток на мои взгляды и суждения. А у предпринимателей горизонт зрения сейчас месяц-два. И я вот... Это у разных предпринимателей. Некоторые достаточно крупные. Привычка планировать, значит, Михаил Борисович, глобально планировать в прошлом году, исчезла у всех и везде. Почему? Я смотрю, как Росатом работает. Он себе тихо, спокойно работает. Он же вообще развивал массу технологий для себя, под себя, для страны. У них там далеко вперед работают на перспективу. Я знаю, потому что у меня... Я имею в виду даже и мировую экономику, не только нашу. В общем, вызываю такой неопределенности. Вы знаете, кто-то... Если Сергей Маратович Гуриев мне сказал, я там дальше полугода не вижу. То есть вот это он мне сказал лично. Но то, что там мировая экономика, которая играет на фьючерсах, это одно. А вот возьмем то же самое Росатом. Наверняка же там есть тоже такие же компании, которые так надолго. Это вообще, конечно, Росатом нечто уникальное. Но во многих направлениях сразу работает. Нет, есть там вот эти определенные... Ведь там же во главе стоят какие-то люди, которые смотрят на перспективу, которые верят... Ну а Газпром как деградировал, Михаил Борисович, согласитесь. А Газпром потому что... До триллиона капитализации не доросли. Что там нам говорил Миллер, что СПГ никогда... Трубопроводный газ всегда будет иметь преимущество. Ну потому что когда был Черномердин, это да. Последний профессионал в Газпроме был в Яхе. И вот с момента его ухода я наблюдаю деградацию. Уже тогда была проигрышная. Это видно, что все эти Миллеры, это же чисто такая ситуация. Они все играли... Вот у них не было совершенно никакой перспективы. И сейчас должен появиться кто-нибудь достаточно разумный наверху. Чтобы что-то на перспективе. А вот с Росатомом повезло. Там с самого начала сидели люди с далекой перспективы. Ну потому что, видимо, атомная отрасль – это значительно более высокий интеллектуальный уровень. Чем просто трубу качать. Пробурлил там. Там техник, технологический сложный. Атом там... Может, кстати, поэтому корпорацию не развалили. Что все эти портфеленосцы туда просто не годились. Ну, в профессиональной точке зрения. Да. Еще трубой можно как-то там так себя управлять. Оно понятно. А тут просто... А вот... А вот... Туда полковников не стали совать, там, генералов. Вот. Ну вот, я думаю, таким же мог быть и Роскосмос. Это вообще больное место. А вот по той же самой причине. По той же самой причине. Это... Но это место перспективное. И очень перспективное. Пока там, значит, Дмитрий Олегович там сочинял шутки про батут. Некто Маска сделал возвращаемый носитель. Который называется... Ну, так мы много чего могли бы сделать. Вот при королеве... Понимаете, вот опять непрофессионал во голове ведомства. Это центральная политика, конечно. Это система управления. Понимаете, когда гниет, то гниет по всем слоям. Вот удивительно, как Росатом избежал, миновал, чашу сидя. Ну, вот повезло. Может быть, сверху кто-нибудь свыше с небес сохранил Росатом. Разрешите. Мне кажется, это будет очень вовремя и к месту. Я вот тут сейчас включил, вам не видно. Я некоторые комментарии наших зрителей себе записываю в специальный такой альбомчик. Вот что пишет... Не буду, наверное, имя человека говорить на всякий случай. Вот что пишет под последний эфир с Баглаевым. Александр, здравствуйте. Слушаю вас постоянно, пишу отзывы вам, выражаю свое мнение. И вот один очень злободневный вопрос сейчас не поднимается вообще. У меня жена практически потеряла зрение. Ей 56, мне самому 55 лет. Так вот, один глаз у нее видит на 10%, другой 55. С работы выгнали год назад. После этого никто не берет на работу. Слепая, ничего не видит. Как быть-то? Хоть и наш Путин и говорил, что предпенсионеров нельзя увольнять здесь, в глубинке, всем начихать на его указы, как увольняли, так и увольняют. А кому она нужна слепая-то? Вот теперь ей осталось до пенсии 2 года, по условиям новой пенсионной реформы. Она может выйти только в 58 лет. Скажите, как жить людям? По условиям этой реформы мы должны больше жить, чем раньше. Вот только умирать стали больше. Знаю, потому что работаю на кладбище. И все проходит мимо меня. Так что всякие расстаты, которые, не зная, с чего там вещают в Москве, просто ложь выязыца. Сам тоже пенсионер по пожарной линии. 12 тысяч, получая, как жить-то людям. А квартплатам 8300 рублей в месяц. Поднялась 7 тысяч по прошлому году, не на 10%, как нам обещали. Как нам в глубинке выживать? Народ кипит в малых городах. Просто из-за СВО пока еще не дергается. А вот как только успокоится этот конфликт, увидят эти хапуги и ворюги столичные, вообще российские народу, на старт, извиняюсь, тут не политкорректное слово, эти игры столичные. Будет им, сука, ответочка. Здоровья вам и любви. Пожалуйста, поднимите эту тему с пенсионной реформы. Буду ждать с нетерпением. Уважаемый зритель, вот, как говорится, поднимаем, Михаил Борисович. Ну, что я могу сказать? Я говорю об одном уже много лет, что мы живем в царстве лжи. Ложь до конца, причем это, конечно, вот я говорю, тенденция имперская там обошлась, но вот ложь, вышедшая на поверхность, вставшая, захватившую всю страну, началась с 17-го года. Сейчас она достигла кульминации. Но и одновременно распад власти. Распад власти полный. Я читаю с удивительным, с удовольствием блоги о крутом решительном президенте. Такие он крутые решения принимает и прочее. А при этом я тут вижу, что всем глубоко наплевать на его слова. Потому что у нас система-то, в общем, феодальная. И в каждом регионе свои порядки. И вассал моего вассала не твой вассал. И поэтому то, что там делает, это зависит даже не от губернатора, а от мэра, а от губернатора, от местных властей. Поэтому тоже, в общем, начхать. Если президент может изображать, вот лучшее, что делает президент, это выступать по телевизору. У него это хорошо получается. Но год назад он политику из области слов переключил регистр, понимаете? Слова уже значения... Так он сам не хотел, он не ожидал. Он-то думал, что все пойдет по-другому. Он сам стал заложником той системы, которую выстроил. Система обманула его же в первую очередь. Вы сейчас говорите, как мой друг, профессиональный политик. То есть вы профессионально не занимаетесь, а оценка конгроя. Ну так это же видно, чего там особо заниматься. Мне приходится этим заниматься, время от времени браться за эту тему. Михаил Борисович, а вот жесткий вопрос. На Горбачеве. А пенсионные реформы, кто его вынудил? Вот человек-то о чем пишет? А это он, что ли, пенсионные реформы придумал? Он создал систему. Точнее, не он создал систему, простите. Система создавалась, он просто ее... Окормлял, понятно. Вот. Которая вынудила... Вы думаете, что народ действительно там пенсионный фонд захотел, что ли, так устроить? Мы действительно оказались в ситуации, когда не способны кормить своих пенсионеров. Ввиду определенной структуры, организации, экономики, социальных отношений внутри страны. Выстроили такую систему благополучно. Сырьевой модели экономики люди не нужны, Михаил Борисович. Но мы с вами говорим банальные вещи, да? Да. Но сразу возникают вопросы второго порядка. Кто вам мешал стоить экономику, добавленную к стоимости? Вот кто мешал? Ну, понимаете, в чем дело. Козде кто конкретно? Фамилия? Рептилоиды? Нет. Прилетели с Нибиру и запретили, значит, развивать национальную промышленность, внутреннее производство. Я не говорю, кто мешал, кто виноват. Вот это мне... Тут ситуация интересная, ведь это же целый слой политиков. Вы думаете, один что-то? Это весь слой политиков? Ориентировался на одно, что вот сырьевая модель-то возникла еще прибрежнее. Я уже говорил, что уже тогда начали проигрывать, уже тогда перестали доверять своим и начали вкладывать деньги. Простые ресурсы, вместо того, чтобы дать возможность рывок своей экономике, своей науке. Вместо этого. Вот это был сделан выбор. Это ты поешь, ну, поехала, поехала. Я думаю, что перелом наступил в середине 70-х окончательно. Ну, там, нефть в обмен на трубы, или газ в обмен на трубы, там, это пошло в 60-х. Уже тогда воли не было организовать производство, заставить, научиться делать трубы большого диаметра. Они взрывались, лупались под большим давлением. Там наступило какое-то, я бы сказал, экономическое безволие. Организовать страну на такую работу уже, вот, наступило действительно безволие. При прежнем я начал сыпаться и космос. Понемножечку, понемножечку, но космос начал слабее, слабее. Кладывали меньше, отставали. Михаил Борисович, ну, при нынешней-то власти это приобрело гротесные формы в Советском. Правильно, они да хотели. В Советский Союз была вторая экономика мира. Там, так сказать, высокие переделы, хорошие или плохие. У нас была, собственно, электронная промышленность, худо-бедно, была. Была. Авиастроение, собственно. О чем мы сейчас, вот, кстати, эту ситуацию с внутренними перевозками, мы сейчас начнем хлебать полной ложкой. Нам не на чем летать. Дело в том, что это была неизбежная деградация. Неизбежная, считается, да? Неизбежная. Ложь побеждает, ложь всегда заканчивает одним. Деградацией. Мир так устроен, что зло уничтожает само себя. Со злом не надо бороться. Со злом надо отойти в сторону и заниматься своим делом. Оно само себя обязательно уничтожит. Мы сколько раз видели, что зло обязательно уничтожит само себя. Рано или поздно. Вместе с людьми, понимаете? Вот человек говорит, у меня пенсия 12 тысяч, квартплата 8, сколько он там? Да, я понимаю. Тут это о собственности. Это о собственности. Тут, конечно же, ситуация такая. Очень жалко этому человеку. Но при всем при этом, получается, зло уничтожит само себя. Но с другой стороны, кто допустил эту систему управления? Ведь по большому счету ложь, вот эта терпимость ко лжи общенациональной, она тоже нехороша. Иногда неплохо было бы и Иван, и Пугачёв. Бунт был страшный, резали много крови. Христианский бунт и началом 20 века тоже были страшны. Но это, в общем-то, выход. Это терпимость ко лжи. У нас был анекдот даже такой длинный. Когда вот эксперимент провели над народом. На какой стороне он терпеть будет? Там целые этапы, постепенно повышали налоги и прочее. Думали, когда же народ-то взбунтуется? Интересно было проверить. В каком-то небольшом сибирском дыротке. Но ведь народ все равно принимает, терпит. Жить не возможно все равно терпит. Законарешили. Завтра объявляют на публику. Смирает митинг на Большой площади в центре. С завтрашнего дня будем вешать каждого десятка. Помните это? Да, веревку свою приносить или выдадут. Божжачок пробивается к трибуне. Сейчас потом что-то скажет. Скажите, а веревки с собой приносить или выдадут? Вот как ни удивительно, есть что-то в этом. Вот мужик пишет, что поднимется. Да, я надеюсь, что поднимется. Эту ситуацию вот Амагерик хорошо анализировал. Когда приходит с войны поколение определенное. У воевавших или в другое отношение. Другое, конечно. Обычно у нас серьезные перемены идут после войн. После войн. Небольших войн. Там, на территории. За пределами. Как это было? Нарвская, так сказать. Шведская война. Она же в центр суда не приходили поляки. Или там шведы. Их под Полтавой остановили и разбили. Нарвское поражение, оно, конечно, коснулось благосостояния страны. Но так, косвенно. Враг не шел сюда. Ворот после Крымской войны. Не после Великих войн. Нет. Как раз, как мне удивительно, после Великой Отечества. После Первой Отечественной войны ничего не произошло существенно. Наоборот, стало ужесточение. Такие войны, наоборот, дают силу власти существующей. А вот какая-нибудь там война на периферийке, которая не затрагивает никого, типа Крымской. Народ себе живет. Воюет далеко не вся армия. Вот. То же самое с Афганом. Великое Отечество не только укрепило власть. А вот Афганское разрушило. И сегодняшнее. Мы здесь живем, в столице. Горе себе не знаем. Количество сортов вина стало, конечно, меньше. Но не наоборот. Ну, первое, грозовые признаки замаячили. Вы знаете, я увидел две вещи, которых... Помните, как Нео в Матрице стал обращать внимание на какие-то вещи, которые... Ну, говорили о том, что идет какой-то сбой. Первое, первое. Конечно, феноменальное исполнение бюджета января месяца 23-го года. Триллион семьсот миллиардов дефицит. Ну, это провал. Второй вопрос. Требование Белоусова к клубу олигарх. Да-да-да. Деньгами. Значит, раньше взяли бы под козырек. Сейчас пошла какая-то толковизна. Не взяли бы они под козырек. Не взяли бы. Вы ошибаетесь. Не взяли бы они под козырек. Я думаю, что на самом деле... Ну, Михаил Борисович, вот смотрите, год назад у Потанина, два года назад виноват, разлилась цистерна с соляркой. Норникель заплатил государству 149 миллиардов. Один норникель. Ему сказали, надо заплатить, ребят. Потанин не хотел платить. Там, значит, что-то они судились, какие-то были... Да-да, судились, да, но суд прижал. Вот, сейчас требуют 250 миллиардов со всей братвы. Я знаю, какие цифры дивидендов, где выплачивают. Понимаете? Ну, то есть, там сумма сопоставима. Правильно. С требованием Белоуса. Правильно. То есть, для них это такая нормальная вещь. Уперлись, ребята, сказали. Правильно сделали. Это дело в том, что... Я не говорю, что они хорошо сделали. Но они подследовали своей политике. Сейчас идет на самом деле... Они поняли, что происходит. Пока государство было в дружбе с олигархами. Ведь вот эта легенда о том, что наш царь победил бояр олигархов. Это хорошо разыгранная легенда. Реально он не победил, а договорился, что они за огромные привилегии фантастические получили, так сказать, должны были вести себя внешне прилично. И помогать в случае чего. Вот пришел случай чего. Крупный, не мелкий. И вот тут выяснилось, что наши дорожки-то расходятся. Начинается большая ломка. И братья поняли, очень хорошо братья олигархи, что сейчас идет раскол. Вот. Естественно, они начали противостоять государству. Они хотят, чтобы и в дальнейшем сохранилась та же самая линия. Им было бы хорошо, чтобы сегодняшнее государство рухнуло, так сказать, или, по крайней мере, поддалось, легло под них. Вот. Но я думаю, что они сделали большую ошибку. Я считаю, что это правильное решение с точки зрения олигархов. Не, мы сейчас не обсуждаем правильное решение. Не, правильное и мудрое решение. Это симптом, Михаил Борисович. Они подготовили себе гибель. Они подготовили, они став такую позицию, хотя вот стоя, они подготовили себе гибель. Но я считаю, что это решение мудрое с космической точки зрения. Они то же самое, как и президент. Они делают, думают одно, а ведут другому. Они хорошо себе копают яму, сами под себя. Они себе могилу копают. Вот когда власть поймет, что в критических, вот когда ситуация, кризис будет нарастать, и власть уже сейчас понимает, что олигархи вовсе не выполняют своих обязательств. Но я считаю, что они делают очень мудрое дело, очень благое, благородное дело, они готовят уничтожение этой системы. Они сами готовят распад этой системы. Сейчас во многих пунктах вылезет наружу вся несостоятельность системы, которая была выстроена. Во многих пунктах. Рушится вот эта вся структура. Вы говорите, вот летит вниз. Вот она и летит вниз таким образом. Рушит. Летит вниз система управления. Но не летит вниз страна. Страна выдержит, выстоит, не рухнет и сменит систему управления. Вы вспомните, что ведь Московская Русь-то кто спас? Минин широкий зов кинул. Денежки собирать на ополчение, ну, не на ополчение, на армию. Он памятник стоит Минин Пожорскому. Новгородский купит, всегда здесь начнется. И то же самое... Бандюга, Михаил Борисович. Рэкетир местный. Лихой человек. Ну, хорошо. И то, и до него дошло, что как-то шутки кончились. Потому что стал собирать, как говорится, дань, а ему говорят, а нечем, не на что. И тут-то он, как говорится, перековался в гражданина. Да. Вот, наверное, всем так кажется. Но есть поразительная вещь. На самом деле, вот определенный тип психики существует, вот этот национальный, где национальное чувство сидит очень глубоко. Оно не выкорчевывается. Это чувство в рачьей структуре, чувство Родины очень сильно. И те, кто укоренены в эту структуру, оно проснется. Я думаю, придет пора, настанут дни такие. Вот. Тогда сметет волной всех этих олигархов начисто. И все, что они имеют здесь, они потеряют. Деньги, которые они заработают, может, они кусками сохранят, а может, и там потеряют. Там они их отнимут, а здесь им придется туда бежать. И отнимут все, что они здесь, то, чем они здесь зарабатывают, все эти заводы. Ну, что такое Абрамович без своих производств в России? Кто он такой? Пускай доживает свою жалкую жизнь. Они там половину уже в кэш вышли. Прохоров там и так далее. У них тут активы. Погодите, какой кэш? Прохоров давно, я в севере. Заводики-то стоят. Они капиталы, которые в банках уведут, заводы останутся. Русал американцам принадлежит, я напомню вам. Да, да, я понял, Дерипаска продал. Вернется все сюда. Опять. Но для этого... Это означает полную смену политической надстройки, потому что, как сейчас помню, когда еще коммунисты возвышали свой голос в Государственной Думе и когда там еще бывал президент, кто-то из них там, как говорится, с пониженным инстинктом самосохранения задал президент прямой вопрос. Почему у нас недра не принадлежат народу? Путин ответил в том духе, что да я был бы и рад как бы выправить этот перекос, но видите, как все получилось. Уже, так сказать, эти компании акционировались, там полно иностранных акционеров. Что с этим прикажете делать? Вопрос-то резонный, кстати. Ну, то есть, с точки зрения... Ну, кстати сказать, для начала запретили иностранным компаниям это дело. Вот вышел закон. Сейчас обязательно наши должны эксплуатировать, нельзя уже в аренду иностранцам дать все. Сейчас только... Это давно, это закон о разделе продукции. Это первое сделали, что-то, ну, конечно, откровенный был грабеж. Здравый. Нет, вот сейчас что-то изменилось, вот после своего начала, там тоже что-то изменилось. Все это очень быстро можно изменить. Понимаете? Постепенно найти такой способ, найти закон, и все это произойдет. Вот у нас есть такое понятие, ну, скорость ответа на вызов, она тоже астрологически описана. Есть вызов мира, но это английская модель, вызов-ответ. Вот. Как-то вызов... Вызов. Челлендж. Нет, не челлендж. Ну, тут челлендж вызывать, да. Да, челлендж, вызов. Вызов-ответ. Как будто мир тебе в ситуации предлагает вызов, и ты должен ответить. Некоторые такие спортивные, джентльменские, рыцарские терминология, ну, вот, ну, будем говорить так, вот вызов-ответ, возникает вызов. Определенный тип людей немедленно реагирует на него, сразу же дают ответ. И важно позитив, негатив, но сразу. Определенный так подумает, поколебрется, придумывает, прикинует и дает. Вот. А есть определенный тип людей с самой медленной реакцией, вот, которые тянут, 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 пока ситуация за них не решает. Вот надо, ситуация на работе сложилась кризисная, деваться некуда. Надо будет искать новую работу. Он тянет, пока в конце концов не выгоняет. Вот. и в семье уже давно надо разводиться, так сказать, уходить от мужа. А дело кончается тем, что пока муж не предъявляет любовницу и сам уходит. Вот. То есть, вот, тянувочка в некоторых случаях. Бывают такие ситуации, когда человек не готов принимать решения, не способен по типу психики. Вот наша сегодняшняя система управления, она так устроена. Вот. Ну, я говорю, это вся система управления должна рухнуть. Она, дай Бог, если бы она не рухнула сразу, она должна перестроиться. Она должна, вот какой-то промежуточный этап должен быть. Потому что, если рухнет сразу, будет плохо в стране. Вот. А вот какая-то перестройка медленная, вот мы сейчас и происходят. Вот обостряется одна страна вылезает наружу, другая. Я говорю, будет полный поворот. Об этом уже не раз говорили. Полный поворот. Полный поворот это изменение направления, изменение системы управления. Но она не может мгновенно, вот, так не бывает. Да, конечно. Затормозить. Вот сейчас будут раз за разом вылезать все несостыковки. Вот. Но я думаю, что вот март, апрель, май, а потом осень должны дать сильный поворот вверхах. Много чего должно измениться. Круто. Вот. Мы так и назовем вот эту часть программы. Должен быть крутой поворот вверхах. Люди будут смотреть. Мы сейчас очень значимые вещи проговорили, Михаил Варисович. Как всегда, спокойно, как всегда, вот так, без... Гасили во мне ненужные эмоции, чтобы, так сказать, нить удержать, логическую. Спасибо. Ну, а дальше, дальше, дальше будет интереснее. Поворот будет по частям, не сразу, грубка, но дальше будет еще интереснее. Потому что я думаю, что вся система правления начнет меняться. Причем, как всегда, сначала в более жесткую сторону. Вот помните, вы говорили, что должен прийти кто-нибудь такой с зубами, с клыками до земли. До земли. Это не я, это там один человек... Ну, да, но я думаю, что-то в этом придет очень жесткий правитель. Я ему передам, что вы с ним согласны. Который сможет. Ему будет приятно, он вас сможет. А там не я согласен, там Сатурн согласен с ним. Значит, система резко ужесточится. Но на этот раз не против низов. Уже не будет система вообще заниматься подавлением диссидентов. Потому что, на самом деле, с диссидентами стали олигархи. Она будет заниматься подавлением других слоев. Ломкой, перестройкой. А потом уже будет меняться атмосфера в целом. У нас сейчас оппозиция, у нас сейчас оппозиция называют диссидентами из-за того, что в ней отсутствуют организованные структуры и оппозиция лишена всякого влияния на принятие решений. По сути, вот современные наши оппозиционеры это вот диссиденты советского времени. Нет, дело в том, что влияние такого типа оппозиционеров всегда появляется потом. Вы посмотрите революцию 1917 года. Что там, Владимир Ильич Ленин был впереди на коне? Но он у себя в Цюрихе сидел, он даже не ожидал, что такое будет. Штрудель кушал, да-да-да-да. Он перед этим, выступая на за несколько лет до того, выступая на все молодых швейцарских коммунистов, говорил, что вот мы, конечно, не доживем до мировой революции, но вы ее обязательно застанете. Он-то как раз до революции дожил, правда, не до мировой, а мировой никто уже не застал, и те, кому он говорил, вымерли давно. Вот. То есть, дважды ошибся в одной фразе, но при всем при этом вот оно произошло. Произошло очень интересно. Эта революция февральская была вовсе не большевиками организована. Большевиков там и близко не стояло. Волна пошла. С одной стороны, хлебушка в Питер не подвезли, с другой стороны, части на фронте оказались лучшие, которые там же охраняли Питер. Вот. Спязачки не захотели в народ стрелять. Вот и пошло. Бунт в Питере. А с другой стороны, генералы на фронте поняли, что с этим царем им войны не выиграть. Государь, отставка неизбежна. Да-да-да-да-да. Вот. И вот все вместе. И когда кончилось, вот в промежутке появились, конечно, там уже не сразу. Большевики бросились, когда уже стали начать, могли начать работать. Вот тут они появились. Ленин в апреле приехал в Питер. Апрельские тезисы начали раскручиваться. Сравнительно небольшое количество большевиков, но они были самыми решительными и жесткими, и, в общем-то, самыми бессовестными. И беспощадными они устроили переворотик. Никто ведь из других партий на переворот не решился бы. Только большевики остальные пытались как-то играть по правилам, а эти игра без правил. Переворот, захватили власть в стране и начали дальше. Сначала в центре, потом пошли по периферии. С самого начала взяли, обманывать начали, обещать много чего, лишь бы только народ с ними пошел. Но заодно там еще тенденция была уже вся в стране, они подхватили основные тенденции, помогли им. Тенденция к бунту была по всей стране. Поэтому Навальные такие люди вот такого типа совсем оппозиции. Они ведь не на первом эшелоне идут. В первом эшелоне им делать нечего. Они появятся, когда дальше выйдут, когда их выпустят на свободу. Вот. Я правда, так сказать, лично мое отношение к Навальному неоднородное, так скажем. но я понимаю неизбежность... Человек сейчас как бы сидит, давайте, Михаил Борисович, претензии к нему будем высказывать, когда его выпустят. Я к нему претензии сейчас не собираюсь высказывать. Но я хочу сказать, что я понимаю неизбежность того, что они обязательно выйдут в активную фазу. что его время тоже придет. Если доживет. Кстати, хочу сказать. Ну, вот это да. Это особо статья. Я бы хотел, чтобы он дожил при всем сложном отношении, но вот человек пошел на Голгофу. С ним в новейшей истории России только, пожалуй, Александр Вадимович Руской может сравниться. Почему? Который... А больше не было таких вот людей, которые на принцип шли. Почему? А Шевчук. А Шевчук. А, ну да. Но он не политик. Не важно. Он не уехал. Сохраняя свою позицию, не прогнувшись ни в чем, он не уехал. Поэтому он посмел сказать лицо Путина то, что думал. При встрече. Помните была встреча Путина? Да, конечно. Он остался. Так что, да, и он тоже. Вот эти люди, да. Значит, мы не будем говорить о Навальном об этой оппозиции. Скорее всего, сначала будет игра наверху. Пойдет, потом придет время и такой вот несистемной оппозиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok